Одно появляется тотчас же, другое приходится искать дольше, словно откапывая из каких-то тайников. Что-то вырывается целой толпой, и вместо того, что ты ищешь и просишь, выскакивать вперед, словно говоря, может это нас? Я мысленно гоню их прочь, и наконец то, что мне нужно, проясняется, и выходит из своих скрытых убежищ. Кое-что возникает легко и проходит в стройном порядке, который и требовался. Идущий впереди уступает место следующему сзади, и уступив, скрывается, чтобы выступить вновь, когда я того пожелаю. Именно так и происходит, когда я рассказываю о чем-либо по памяти. Так там раздельно и по родам сохраняется все, что внесли внешние чувства, каждое своим путем. Глаза сообщили о свете, о всех красках и формах тел, уши, о всевозможных звуках, о всех запахах ноздри, о всех вкусах рот. Все тело и силу своей общей чувствительности, о том, что твердо или мягко, что горячо или холодно, гладко или шероховато, тяжело или легко находится вне или в самом теле. Все это память принимает для последующей, если она потребуется переработки и обдумывания, в свои обширные кладовые и еще в какие-то укромные неописуемые закоулки. Для всего имеется собственный вход, и все там складывается. Входят, однако, не сами чувственные предметы, а образы их, сразу же предстоящие перед умственным взором того, кто о них вспомнил. Кто скажет, как они образовались, хотя и ясно, каким чувством они схвачены и спрятаны внутри. Пусть я живу в темноте и безмолвии, но если захочу, я могу вызвать в памяти краски, различу белые от черного, да и любые цвета один от другого. Тут же находятся и звуки, но они не вторгаются и не вносят путаницу в созерцаемые мной зрительные образы. Они словно спрятаны и отложены в сторону. Я могу, если мне угодно, вытребовать и их, и они тут как тут. Язык мой в покое, горло молчит, а я пою сколько хочется. И зрительные образы, которые, однако, никуда не делись, не вмешиваются и ничего не нарушают, пока я перебираю другую сокровищницу, собранную слухом. И собрана другими моими чувствами. Отвечаю, ничего не обоняя, запах лилии от запаха фиалок. Предпочитаю мед виноградному соку и мягкое жесткому. Ничего при этом не отведывая и ничего не ощущая, не ощупывая, а только вспоминая. Все это происходит во мне, в огромных палатах моей памяти. Там в моем распоряжении небо, земля, море и все, что я смог воспринять чувством. Все, кроме мной забытого. Там, встречаясь я и сам с собой, вспоминая, что я делал, когда и где и что чувствовал. В то время, как это делал, там находится все, что я помню, из проверенного собственным опытом и принятого на веру от других. Пользуясь этим же богатством, я создаю по сходству с тем, что проверено моим опытом, и с тем, чему я поверил на основании чужого опыта. То одни, то другие образы. Я вплетаю их в прошлое, из них тку ткань будущего, поступки, события, надежды. Все это я вновь и вновь обдумываю, как настоящее. Я сделаю то-то и то-то, говорю я себе в уме моем, этом огромном вместилище, полном стольких великих образов. За этом следует вывод. О, если бы случилось то-то и то-то! Да отвратит Господь то-то и то-то, говорю я себе, и когда говорю, то уже представляют передо мной образы всего, предстают, о чем говорю, извлеченные из той же сокровищницы памяти. Не будь их там, я не мог бы вообще ничего сказать. Велика она, эта сила памяти, Господи, слишком велика. Это святилище величины беспредельной. Кто исследует его глубины? И однако эта сила моего ума, она свойственна моей природе. Но я сам не могу полностью вместить себя. Ум тесен, чтобы овладеть собой же. Где же находится то свое, чего он не вмещает? Уже ли в ней его, а не в нем самом? Каким же образом он не вмещает этого? Великое изумление все это вызывает во мне, осыпенение охватывает меня. И люди идут дивиться горным высотам, морским валом, речным простором, океану, объемлющему землю, круговоращению звезд, а себя самих оставляют в стороне. Их не удивляет, что, говоря обо всем этом, я не вижу этого перед собою. Но я не мог бы об этом говорить, если бы не видел в себе, в памяти своей горы, волн и рек и звезд. Это я видел наяву. И океана, о котором слышал по всей огромности, Их, словно я вижу их в яв перед собой. И однако не их поглотил я, глядя на них своими глазами, не они сами во мне, а только образы их. И я знаю, что и каким телесным чувством запечатлено во мне. Не только это содержит в себе огромное вместилище моей памяти. Там находятся все сведения, полученные при изучении свободных наук, и еще не и забытые. Они словно засунуты куда-то внутрь, в какое-то место, которое не является местом. Я несу в себе не образы их, а сами предметы. Все мои знания о грамматике, о диалектике, о разных видах вопросов живут в моей памяти. Причем ею удержан не образ предмета, оставшегося вне меня, а самый предмет. Это не озвучало и не исчезло, не отзвучало, как голос, оставивший в ушах свой след и будто вновь звучащий, хотя он и не звучит, как запах, который, проносясь и тая в воздухе, действует на обоняние и передает памяти свой образ, который мы восстанавливаем, и в воспоминании, как пища, которая, конечно, в желудке теряет свой вкус, но в памяти остается вкусной, как вообще нечто, что ощущается на ощупь, и что впускает в себя память, находясь даже вдали от нас. Не самые эти явления впускает к себе память, а только с изумительной быстротой овладевает их образами, раскладывает по удивительным кладовкам, а воспоминания удивительным образом их вынимает. В самом деле, когда я слышу, что вопросы бывают трех видов, существует ли такой-то предмет, что он собой представляет, каковы его качества, то я получаю образы звуков, из которых составлены эти слова, и знаю, что эти звуки прошвуршат в воздухе, исчезнут. Мысли же, которые обозначаются этими звуками, я не мог воспринять ни одним своим телесным чувством, и нигде не мог увидеть, кроме как в своем уме. В памяти я спрятал не образы этих мыслей, а сами мысли. Откуда они вошли в меня? Пусть объяснит, кто может. Я обхожу все двери моей плоти и не нахожу, через какую они могли проникнуть. Глаза говорят, если у них есть свет, то возвести ли о них мы? Уши говорят, если они звучат, то о них доложили мы. Но зри говорят, если они пахнут, то они прошли через нас. Чувство вкуса говорит, если у них нет вкуса, то нечего меня и спрашивать. Осязание говорит, если они бестелесны, то нельзя их ощупать, а если нельзя ощупать, то не могу я о них и доложить. Откуда же и каким путем вошли они в память мою? Не знаю. Не знаю. Это правильно. Единственное объяснение. Они уже были в моей памяти, но были словно запрятаны и засунуты в самых отдаленных ее пещерах. Так что, пожалуй, я и не смог бы о них подумать, если бы кто-нибудь не побудил меня их откопать. Итак, мы находим следующее. Познакомиться с тем, о чем мы узнаем не через образы, доставляемые органами чувств, а без образов, через внутреннее созерцание, представляющее нам созерцаемое в подлинном виде. Это значит не что иное, как подумать и как бы собрать то, что содержало память, разбросанное и в беспорядке, и внимательно расставить спрятанное в ней, но заброшенное и раскиданное расставить так, чтобы оно находилось в самой памяти, как бы под рукой и легко появлялось при обычном усилии ума. Сколько хранит моя память уже известного и, как я сказал, лежащего под рукой, о чем говорится, мы это изучили и знаем. Если я перестану в течение малого промежутка времени перебирать в память эти сведения, они вновь уйдут вглубь и словно соскользнут в укромные тайники, их придется опять, как нечто новое, извлекать мысленно оттуда. Нигде в другом месте их нет, чтобы с ними познакомиться, вновь свести вместе, то есть собрать, как что-то рассыпавшееся. Отсюда и слово «кого» и «когито» находятся между собой в таком же соотношении, как «аго» и «агито». Ума владел таким глаголом, как собственно ему принадлежащим, потому что не где-то, а именно в уме происходит процесс собирания, то есть сведение вместе, а это и называется в собственном смысле обдумыванием. Двенадцать. В памяти содержатся также бесчисленные соотношения и законы, касающиеся чисел и пространственных величин. Их не могло сообщить нам ни одно телесное чувство, ибо они не имеют ни света, ни запаха, ни вкуса, не издают звуков и не могут быть ощупаны. Я слышу звук слов, которыми их обозначают. О них рассуждая, но слова эти одно, а предмет рассуждений совсем другое. Слова звучат иначе по-гречески, иначе по-латыни. Самый же предмет существует независимо от греческого, латинского и любого другого языка. Я видел линии, проведенные рукой мастеров, иногда настолько тонкие, что они походили на паутину, но линии в моей памяти это нечто иное, это не образы тех, о которых мне сообщило телесное зрение. Их знаешь, не связывая в мыслях ни с каким телом, и узнаешь, уйдя в себя. Я узнал с помощью всех телесных чувств числа, которые мы называем, считая предметы, но числа, которыми исчисляем, это совсем другое. Они не суть образы первых, и потому существуют действительно. Пусть посмеется над моими словами тот, кто этого не видит, а я пожалею его за этот смех. 13. Все это я держу в памяти, и как этому выучился, держу в памяти. Множество ошибочнейших возражений на это я слышал и держу их в памяти, и хотя они ошибочны, но то, что я их запомнил, в этом я не ошибаюсь. Я провел границу между правильным и ошибочными противоречиями правильному. И это я помню. Но вижу теперь, что провести эту границу одно, а помнить, что я часто ее проводил, часто об этом размышляя, это другое. Итак, с одной стороны, я помню, что часто приходили мне в голову эти соображения, с другой же то, что я сейчас различаю и понимаю. Я складываю в памяти, чтобы потом вспомнить о том, что сегодня я это понимал. Я помню, что я помнил. Если потом вспомню, что мог сегодня это припомнить, то вспомню об этом, конечно, пользуясь силой моей памяти. И мои душевные состояния хранит та же память, только не в том виде, в каком их когда-то переживала душа, а в другом, совсем разном и соответствующем силе памяти. Я вспоминаю, не радуясь сейчас, что когда-то радовался, привожу на память прошлую печаль, сейчас не печалясь. Не испытывая страха, представляю себе, как некогда боялся, и бесстрастно припоминаю свою былую страсть. Бывает и наоборот, бывшую печаль вспоминаю я радостно, а радость с печалью. Нечего было бы удивляться, если бы речь шла о теле, но ведь душа одно, а тело другое. Если я весело вспоминаю о прошедшей телесной воле, это не так удивительно, но ведь память и есть душа. Когда мы даем какое-либо поручение, которое следует держать в памяти, мы говорим, смотри, держи это в уме, забыв, говорим, не было в уме, из ума вон, мы следовательно называем память душой, умом. А раз это так, то что же это такое? Когда я радуюсь, вспоминаю свою прошлую печаль, в душе моей живет радость, а в памяти печаль. Душа радуется от того, что в ней радость, память же от того, что в ней печаль не опечалена. Или память не имеет отношения к душе, кто осмелился бы это сказать? Нет, память это как бы желудок души, а радость и печаль – это пища, сладкая и горькая. Веренные памяти, они как бы переправлены в желудок, где могут лежать, но сохранить вкус не могут. Это уподобление может показаться смешным, но некоторое сходство тут есть. И вот из памяти своей извлекаю я сведения о четырех чувствах, волнующих душу. Это страсть, радость, страх и печаль. Все мои рассуждения о них, деление каждого на виды, соответствующие его роду, и определение их. Все, что об этом можно сказать, я нахожу в памяти и оттуда извлекаю, причем ни одно из этих волнующих чувств при воспоминании о нем меня волновать не будет. Еще до того, как я стал вспоминать их и вновь пересматривать, они были в памяти. Потому и можно было их извлечь воспоминанием. Может быть, как пища поднимается из желудка при жвачке, так и воспоминания поднимают эти чувства из памяти. Почему же рассуждающие о них, то есть их вспоминающие, не чувствуют сладкого привкуса радости или горького привкуса печали? Не в том ли ни сходство, что нет полного сходства? Кто бы по доброй воле стал говорить об этих чувствах, если бы всякий раз при упоминании печали или страха нам приходилось грустить или бояться. И однако мы не могли бы говорить о них, не найди, мы в памяти своей, не только их название, соответствующих образом, запечатленным телесными чувствами, но и знакомство с этими самыми чувствами, которое мы не могли получить ни через одни телесные двери. Душа по опыту, знакомая со своими страстями, передала это знание памяти или сама память удержала его без всякой передачи. 15. С помощью образов или без них? Кто скажет? Я говорю о камне, говорю о солнце. Я не воспринимаю их сейчас своими чувствами, но образы их, конечно, тут в моей памяти. Я называю телесную боль, а ее у меня нет, ничто ведь не болит. Если бы, однако, образ ее не присутствовал в моей памяти, я не знал бы, что мне сказать, и не сумел бы, рассуждая, провести границу между ней и наслаждением. Я говорю о телесном здоровье, будучи здоров телом. Качеством этим я обладаю, но если бы образ его не находился в моей памяти, я никак не мог бы припомнить, что значит это слово. И больные не понимали бы значение здоровья, если бы образ его не был удержан памятью, хотя самого здоровья у них и нет. Я называю числа, с помощью которых мы ведем счет. Вот они в памяти моей. Не образы их, а они сами. Я называю образ солнца, и он находится в моей памяти. Я воспоминаю не образ образа, а самый образ, который предстает, предстает при воспоминании о нем. Я говорю память, и понимаю, о чем говорю. А где могу я узнать о ней, как не в самой памяти? Неужели она видит себя с помощью образа, а не непосредственно? Далее, когда я произношу забывчивость, я также знаю, о чем говорю, но откуда мог бы я знать, что это такое, если бы об этом не помнил. Я ведь говорю не о названии, а о том, что это название обозначает. Если бы я это забыл, то я не в силах был бы понять смысл самого названия. Когда я вспоминаю о памяти, то тут в наличии сама память, непосредственно действующая. Но когда я вспоминаю о забывчивости, то тут в наличии и память, и забывчивость. Память, которую я вспоминаю, и забывчивость, о которой я вспоминаю. Но что такое забывчивость, как не утеря памяти? Каким же образом могу я вспомнить то, при наличии чего я могу, вообще не могу помнить? Но если мы удерживаем в памяти то, о чем вспоминаем, то не помним мы, что такое забывчивость. Мы никак не могли бы, услышав это слово, понять его смысл. А забывчивость и следовательно помнит память. Наличие ее необходимо, чтобы не забывать. И в то же время при наличии ее мы забываем. Не следует ли из этого, что не сама забывчивость присутствует в памяти, когда мы о ней вспоминаем, а только ее образ, и во присутствии она сама, она заставила бы нас не вспомнить, а забыть? Кто сможет это исследовать? Кто поймет, вот как это происходит? Да, Господи, я работаю над этим и работаю над самим собою. Я стал сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота. Мы исследуем сейчас ненебесное пространство, измеряем мне расстояние между звездами. Спрашиваем мне о том, почему земля находится в равновесии. Вот я, помнящий себя, я душа. Неудивительно, если то, что вне меня находится от меня далеко, но что же ближе ко мне, чем я сам? И вот я не могу понять силы моей памяти, а ведь без нее я не мог бы назвать самого себя. Что же мне сказать, если я уверен, что помню свою забывчивость? Скажу, что в памяти моей нет того, о чем я помню. Скажу, что забывчивость находится в памяти моей, чтобы я не забывал. Оба предположения совершенно нелепы. А третья, могу ли я сказать, что при воспоминании моем о забывчивости не она сама, а только образ ее удержан моей памятью? Могу ли я это сказать, если всякий раз, когда образ чего-то запечатлевается в памяти, необходимо, чтобы это что-то существовало раньше, чем запечатлевается его образ? Так я помню Карфаген, все места, где я бывал, лица людей, которых видел, то, о чем сообщали мне другие чувства, свое телесное здоровье или боль. Когда все это было налицо, память схватила их образы, которые я могу разглядывать. Они всегда тут и перебирать в уме, воспоминая отсутствующее. Если память удерживает не самая забывчивость, а только образ ее, то, чтобы ухватить этот образ, требуется наличие самой забывчивости. А если она наличествует, то как записала она в памяти свой образ? Веря же и то, что там уже начертано уничтожается присутствие забывчивости. И все-таки каким-то образом, хотя это непонятно и необъяснимо, я твердо знаю, что я помню о своей забывчивости, которая погребает то, что мы помним. Велика сила памяти, не знаю, Господи, что-то внушающее ужас есть в многообразии и ее бесчисленных глубин. И это моя душа, это я сам. Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя? Жизнь пестрая, многообразная, бесконечной неизмеримости. Широки поля моей памяти, ее бесчисленные пещеры и усилия полно неисчислимого, бесчисленного разнообразия. Вот образы всяких тел, вот подлинники, с которыми знакомят нас науки, вот какие-то отметины и заметки, оставленные душевными состояниями, хотя душа их сейчас и не переживает. Но они хранятся в памяти, ибо в памяти есть все, что только было в душе. Я пробегаю, проношусь повсюду, проникаю даже вглубь, насколько могу, и нигде нет предела. Такова сила памяти, такова сила жизни в человеке, живущем до смерти. Что же делать мне, Боже мой? Истинная жизнь моя! Пренебрегу этой силой моей, которая называется памяти, пренебрегу ею, чтобы устремиться к тебе, сладостный свет мой. Что скажешь ты мне? Я поднимаюсь к тебе душой своей, ты пребываешь ведь надо мной, и пренебрегу этой силой, которая называется памятью. Я хочу прикоснуться к тебе там, где ты доступен прикосновению, прильнуть к тебе там, где возможно прильнуть. Память есть и у животных, и у птиц, иначе они не находили бы своих логовищ, гнез и многого другого им привычного. Привыкнуть же они могли только благодаря памяти. Я пренебрегу памяти, чтобы прикоснуться к тому, кто отделил меня от четвероногих и сделал мудрее небесных птиц. Пренебрегу памяти, чтобы найти тебя. Где? Истинно добрый, верный, сладостный. Где найти тебя? Если не найду тебя в моей памяти, значит, я не помню тебя. А как же я найду тебя, если я тебя не помню? Потеряла женщина Драхму и разыскивала ее со светильником. Если бы она не помнила о ней, она бы не нашла ее. И откуда бы она знала, найдя ее, что это та самая Драхма, если бы она ее не помнила? Я помню, как я искал и находил потерянное. Я знаю, что когда я что-нибудь искал, и мне говорили, это не то, это не то. Я до тех пор отвечал, нет, пока мне не показывали то, что я искал. Если бы я не помнил, что это за предмет, я не мог бы его найти, потому что не узнал бы его, хотя бы мне его и показали. Так бывает всегда, когда мы ищем и находим что-то потерянное. Если какой-то предмет случайно исчез из вида, но не из памяти, любой воспринимаемый зрением, то образ его сохраняется в памяти, и его ищут, пока он не появится перед глазами. Найдено узнается по его образу, живущему в нас. Мы не говорим, что нашли потерянное, если мы его не узнаем, а узнать мы не можем, если не помним, исчезнувшая из вида сохранилась памятью. Что же? А когда сама память теряет что-то, как это случается, когда мы забываем и силимся припомнить, то где производим мы наши поиски, как не в своей памяти? Если случайно она показывает нам что-то другое, мы это отбрасываем, пока не появится именно то, что мы ищем. А когда это появилось, мы говорим, вот оно. Мы не сказали бы так, не узнай мы искомого, и мы не узнали бы его, если бы о нем не помнили. Мы о нем правда забыли. Разве, однако, оно совсем выпало из памяти и нельзя по удержанной части найти другую? Разве память не чувствует, что она не может целиком развернуть то, к чему она привыкла, как к целому? Ущемленная в привычном, словно охромев, не потребует ли она возвращения недостающего? Если мы видим знакомого или думаем о нем и припоминаем его забытое имя, то любое, пришедшее в голову с этим человеком, не свяжется, потому что нет привычки мысленно объединять их. Отброшены будут все имена, пока не появится то, на котором и успокоится память, пришедшая в равновесие от привычного ей сведения. А где было это имя, как не в самой памяти? Если даже нам напомнит его кто-то другой, оно все равно находилось там. Мы ведь не принимаем его на веру, как нечто новое, но, вспоминая, только подтверждаем сказанное нам. Если же это имя совершенно стерлось в памяти, то тут не помогут никакие напоминания. Забыли мы его, однако, не до такой степени, чтобы не помнить о том, что мы его забыли. Мы не могли бы искать утерянного, если бы совершенно о нем забыли. Как же искать мне Тебя, Господи? Когда я ищу Тебя, Боже мой, я ищусь в счастливой жизни. Буду искать Тебя, чтобы жила душа моя. Душа моя живит тело, а душу мою живишь Ты. Как же искать мне счастливую жизнь? Ее нет у меня, пока я не могу сказать, довольна, вот она. А тогда следует рассказать, как я ее искал, по воспоминаниям или как человек, который ее забыл. Но о том, что забыл, хорошо помнит, по стремлению ли узнать ее, неведомую. То ли я о ней никогда и не знал, то ли так о ней забыл, что и не помню, что забыл. Но разве не все хотят счастливой жизни? Никто ведь, нет, никого, кто бы не хотел ее. Где же о ней узнали, чтобы так ее хотеть? Где увидели, чтобы полюбить? Не знаю как, но мы ею, конечно, обладаем по-разному. Правда, один счастлив тогда, когда уже живет счастливой жизнью, другие счастливы надеждой на нее, последние счастливы в меньшей мере, чем те, кто счастлив на самом деле. Но все же им лучше, чем тем, кто и не живет счастливой жизнью и не надеется на нее. И все-таки, не зная они каким-то образом о ней, они бы так не хотели быть счастливыми. А что они хотят, это несомненно. Не знаю, каким образом они узнали о ней. И не знаю, какие у них о ней сведения. Я и бьюсь над вопросом. Если это воспоминание, то значит мы все были когда-то счастливы. Каждый в отдельности или в том человеке, который первым согрешил, и в котором мы все умираем, и от которого все рождаемся в скорби. Об этом я сейчас не спрашиваю. Я спрашиваю, не живет ли в нас воспоминание о счастливой жизни. Мы не любили бы ее, если бы не знали. Мы слышали эти слова и признаемся, что мы все, все стремимся к тому, что они обозначают. Ведь не звук же слов доставляет нам удовольствие. Когда грек услышит их по латыни, они не доставят ему никакого удовольствия, потому что он их не поймет. А нам доставят. Как и ему, если их сказать по-гречески, счастливая жизнь не связана ни с Грецией, ни с Римом. Субтитры создавал DimaTorzok